Дорогие друзья, меня зовут Антонина. Приветствую вас на канале Дочный сезон Круглый год. Посмотрите на эту фотографию. Вам кажется, что это последствия разных проблем развития огурцов? Нет. На самом деле это все одна причина. Нехватка азота у растущих кустов огурцов. Какие же основные симптомы? Ну вот смотрите, зреющие плоды ненормальных размеров, маленькие, скрюченные, но самое главное, заостренные к концу, как бы жирная запятая или там шарик с хвостиком, бутылочка с хвостиком. У кого, какая ассоциация сработает? Главное запомнить, что у основания огурца он толстенький, а потом сходит к низу и часто кончик огурца белесый такой, желтенький. Это все признак нехватки азота. Исправить ситуацию поможет корневая подкормка азотным удобрением. Мочевины, например. Одна столовая ложка мочевины на 10 литров воды. И под каждый куст по одному 2 литра. После поливки желательно взрыклить грунт или замульчировать его. Но тут нужно смотреть. Азот сам по себе это не такое востребованное удобрение для огурца, как другие, например, фосфор, калий, кальций. Поэтому его избыток может приводить к накоплению нитратов в плодах огурца. И поэтому подкормку при нехватке азота лучше заменить, например, не мочевиной или аммиачной селитрой, а, например, калиевой селитрой или натриевой селитрой или кальциевой селитрой. И опять же таки смотреть по состоянию кустов огурца. Работают вот эти вот с другими добавками, селитровые удобрения медленнее, но тоже справляются с нехваткой азота. Почему я вам даю подсказку по плодам неправильной формы? Потому что основные симптомы по листьям, выяснить заболевание огурца по листьям, это довольно сложное занятие, особенно для начинающих окородников. Потому что, как правило, все заболевания растений огурцов начинаются с пожелтения листьев. И здесь трудно определить, то ли листу не хватает азота, то ли это какое-то грибковое заболевание, то ли чего-то другого ему не хватает, то ли это может быть даже вирусное заболевание. Здесь довольно сложно определить. Поэтому начинаем как бы разбираться с болезнями и с недостатком питательных веществ у огурцов с самого простого варианта, с определения формы плода. Еще при азотном недостатке у огурцов, как правило, мельчают, засыкают, желтеют нижние листья. Так что смотрите, вот вам основная нагрузка. Скрюченные плоды, такой запятовидной формы, клякса и хвостик. Это основной критерий определения нехватки у растущих растений огурца. Всем вам желаю урожайных грядок. Всем пока-пока, всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok